Добрый вечер, Гомель на Беларусь 4. Прямой эфир. Телефон в нашей студии 34 22 43. Согласитесь, дорогие друзья, декабрь это все-таки время суеты, когда очень много работы и очень много предновогодних забот. Вот в такие моменты чаще обычного начинаешь задумываться о пенсии. Кажется, вот пошел бы на пенсию, да как выспался, да занялся бы любимым делом. Но на самом деле говорят, что став пенсионером, люди начинают задаваться вопросами о том, чем заняться дальше и чему, в принципе, посвятить свою жизнь. Чем заняться на пенсии? Поговорим об этом сегодня вечером, дорогие друзья, на Беларусь 4. Мы расскажем, какие интересные увлечения и хобби выбирают пенсионеры нашего региона. Вас ждут реальные истории и неожиданные откровения. Сегодня в прямом эфире. Вы знаете, нам на самом деле очень интересно узнать, мечтаете ли вы о пенсии и чем планируете заняться. Звоните в студию, пишите в Вайбер и оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Дорогие друзья, психологи считают, что мы неправильно относимся к пенсии, к такому отдыху готовиться надо заранее. Вот как стать счастливым пожилым человеком? Об этом расскажет психолог Людмила Тутынина. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер. Писажись, пожалуйста. Очень рада тебя вновь видеть в нашей студии. Вот согласись, все-таки такая тема сегодня несколько щекотливая. Почему-то принято считать, что на пенсии жизнь как будто бы останавливается, остается печь пирожки, только довязать носочки. Но на самом деле, вот как мне кажется, ведь это такая прекрасная возможность расправить крылья, заняться любимыми делами. Вот я предлагаю сегодня в нашей программе, если не против, разрушить вот эти стереотипы и показать все-таки другую жизнь на пенсии. Но для начала давай поговорим о другом, почему люди боятся пенсии. Ну, на самом деле, Наташа, когда ты сказала расправить крылья, да, у многих людей совершенно другое ощущение. Ощущение прерванного полета. Вот представь себе, что такое вот тот возраст, да, вот всего современный мужчина, да, 60 или 65 лет, да, или женщина 55 или там 57, да. Это максимум опыта, все ошибки, которые можно было сделать, уже сделаны. Уже количество ошибок перешло в качество. Человек становится мудрым, мудрейшим. Дальше он еще молод, он еще силен, да, он еще бодр. Столько идей, столько желаний. И вот, что называется, вот, и все закончилось. Ты должен оставаться дома, тебе уже не нужно идти на работу, да. Да, у тебя лишают твоих привычных контактов, лишают привычных каких-то, ну, дел. И для многих это трагедия, особенно для мужчин. Многие не справляются с этой ситуацией. И поэтому, вот, когда ты сегодня сказала, да, что эта тема щекотливая, она не настолько щекотливая, она очень злободневная. Почему я скажу? Потому что вот в нашем обществе есть два перекоса, которые очень серьезно деформируют наше общество. Первый перекос издалека. Мы очень поздно интегрируем наших детей в рабочий процесс. Наши дети очень поздно начинают работать. Я уже как-то говорила на одном из эфиров, что 25, там, 24, это поздно. А второй момент, который деформирует наше общество, мы очень рано изолируем людей, мы их называем пенсионерами, да, от общества. Вот эти два процесса, это пагубные процессы, которые колоссально влияют на нашу жизнь. Мы должны вот этот вот баланс держать, держать. И по поводу пенсионеров, я считаю так, что людей нужно правильно готовиться к пенсии. Но как готовиться? Лет за пять, да, нужно с каждым пенсионерам будущим поговорить. Хочешь ли ты работать? А может быть, ты хотел бы переподготовиться и заниматься чем-то еще. Хорошо. Возможно, ты работал, например, вахтовым методом. Уезжал куда-то. Уезжал куда-то, да, там был достаточно какой-то серьезный у тебя проект. Но ты сейчас можешь куда пойти? Ты можешь, например, заниматься чем? Пойти, например, учителем работать, историком, да. Продолжить то, что... Продолжить. Хотели какие-то там технические клубы, технические кружки какие-то, или спортом заниматься. Но заниматься какой-то другой деятельностью. Вот в этом я вижу профилактика будущего нездоровья наших людей, которых мы отправляем на пенсию. И по умолчанию мы их изолируем от социальной активности. И это есть, ну, скажем так, очень пагубная тенденция не только для нашего общества, но и для других, где пенсионеров мы очень рано выталкиваем из жизни. Людмила, ну а как все-таки действительно приспособиться, вот, когда уже случилась пенсия, реальность-то такая, вот она случилась, да, мы не верим до конца, вот, люди не верят до последнего момента. И вот это случилось. Как приспособиться к этому новому статусу вот социальному? Самое первое, чтобы я, вот, кто меня сейчас слышит, да, старайтесь, вот, подумать о том, чем я буду заниматься на пенсии как можно раньше. И не так, что вот сегодня я на пенсии, а завтра я не знаю чем заниматься, то есть заранее. Мне кажется, я уже знаю, чем я буду заниматься на пенсии. Я буду спать, еще раз спать. Возможно, какие-то, как я говорила, переподготовка, возможно, это освоить какое-то новое ремесло, какую-то новую вид деятельности, какие-то новые, ну, скажем так, новые какие-то проекты. Людмила, а стоит ли кардинально поменять вот как-то образ жизни, когда, вот, как ты говоришь, вот рубануло оно и все, или все-таки стоит продолжать то, что ты умеешь, что лучше? Вот когда кардинально, вот, мы рубим, да, это всегда стресс. Вот, ну, не надо, нужно как-то входить в этот вот процесс очень спокойно, медленно. Вот я могу привести такие примеры очень интересные. Вот в системе Гомель Энерго у нас есть такое предприятие в городе, да, вот, там с будущими пенсионерами беседуют и готовят их к тому, что жизнь будет как-то меняться. Это очень интересный опыт, и многим директорам наших предприятий нужно взять это на заметку, чтобы не бросать людей, вот так вот, что называется. Ну, мне вот этот фильм очень нравится, он всем нравится. Казаки-разбойники, там, старики-разбойники, как он называется, когда вот его долго провожали, не отпускали, якобы вручали на пенсию, он говорит, ну, чего же я уйду, остаюсь я с вами, дорогие друзья, да. Очень такой вот показательный момент, когда вроде бы, как бы мы и провожаем человека на пенсию, но в то же время не задумываясь о том, что будет с ним дальше. Ну, Каташа, знаешь, что мы делаем, когда мы отправляем людей на пенсию? Мы отправляем, ведь даже не просто человека, да, мы избавляемся от той мудрости, которую накопил человек. И с каждым человеком... Золотые слова. И с каждым, да, и с каждым человеком, которого мы отправляем на пенсию, потому что так надо, да, мы становимся беднее, потому что эти люди должны вносить вот этот вот разумный баланс. Они должны обучать, помогать молодых, да, то есть с молодыми должен быть постоянный какой-то контакт. Вот здесь молодость, а вот здесь зрелость, мудрость. И это должно сопрягаться. А мы делаем так, одна молодость, молодость, где много авантюризма, где много огня, где много, ну, скажем так, неправильных шагов. А кто им будет помогать? Вот эти люди. Людмила, скажи, пожалуйста, куда, куда, вот, как ты считаешь, стоит направить эту энергию человеку пожилого возраста, который еще вчера отвечал на миллион звонков, ввел миллион дел, работал, принимал важные решения, которому казалось, что от него все зависит, все крутится только вокруг него, оказался дома. Кастрюли, семья, редкие звонки. Что делать? Ну, во-первых, если... Чем заняться? Если человек вчера, вчера еще был социально активный, да, то у него эти навыки остались. Надо воспользоваться этими навыками, сесть и написать в списочек, что я могу делать, да, вот, давай напишем. Аплодисменты. Чем можно заняться на пенсии? Ну, можно я так вот прямо вот щедрой рукой навскидку, да. Первое, ну, позволить себе все-таки просто ходить, бродить, гулять по городу. Просто гулять. Напишем прогулки. Не бежать, не бежать, а просто гулять. Можем себе это позволить. Согласны? И очень многие, кстати, удивляются, говорят, я никогда не думаю, что наш такой микрорайон красивый. Второй момент, это заняться любимым делом, хобби. Вот такое вот иностранное слово. Но что это может быть? Это могут быть, это может быть вязание, рисование, это может быть какая-то, ну, что это может быть? Лепка, лепка, это может быть вышивание, спортивные какие-то состязания, что еще? Художественная самодеятельность, все что угодно. Танцы. Хобби, танцы, да? А какое хобби лучше выбрать все-таки? Попроще или то, что тебе казалось, ты никогда в жизни не оселишь? Мне кажется, я вот если пойду когда-нибудь на пенсию, то обязательно займусь какими-нибудь прыжками с парашютов. То есть то, что мне в принципе кажется невозможно для меня. А то, что мне уже за тебя тревожно, прыжки с парашюта. Ну, в любом случае, мне кажется, что люди пожилого возраста экстремалы. И выбирают для себя хобби, о которых еще, наверное, несколько лет назад даже представить не могли. Ну, посмотрим сегодня в нашей программе, вдруг это так. Потом друзья, встречи с друзьями. Ведь раньше были только коллеги, да? Коллеги, 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 а теперь друзья. Что еще может быть? Путешествия. Путешествия. Причем путешествия какого уровня? Даже если вы живете, например, на Волотове, а вот сели в троллейбус и проехали, например, до Белицы, Новобелицы, да? Так. Походили, погуляли, по магазинам, посидели где-то в кафешечке, кофе попили. Это уже тоже маленькое путешествие. А если вы еще за город выбрались, да еще и в лес... То есть шоппинг тоже путешествие для пенсионеров? Ну, давайте напишем шоппинг. Почему нет? Давайте поддержим. Да, все шоппинг любят. Шоппинг. Сейчас самое время подарки как раз выбирать, да, внукам, детям, то, что надо. А еще вот вы сказали, Наташа, про внуков. Внуки, внуки. Внуки. Уделить им столько внимания, сколько они хотят, да? Людмила, а можно личный вопрос? Наташа, а еще, подождите, подождите, подождите. Сколько много идей, посмотрите. А еще влюбиться. Вот влюбиться по плану. Теперь на это есть масса времени. Если вы особенно одиноки, правда? Отлично. Поиск своей половинкой. Чем заняться на пенсии? Хорошо. Влюбиться. Людмила, ну и восьмой пункт лично от себя. Чем бы ты занялась на пенсии? И займешься. А я уже позаботилась об этом заранее. Так. Я уже 7 лет как хожу, рисую в художественную школу. Рисование, то есть хобби, да? Это то, что ты выбросил. Хобби, рисование. Но я могу отдельно это написать. Нет, знаете что, давайте напишем так. Творчество. Творчество. В любом случае, да, должно быть творчество. Обязательно, согласна. Это даже могут быть пончики, да, пирожки с грибами. Но обязательно процесс творчества должен присутствовать. Людмила, спасибо, большое аплодисменты. Потому что очень такой замечательный список. Хоть завтра иди на пенсию, я вам так скажу, дорогие друзья. Итак, в чем же секрет счастливой жизни, когда тебе за 50, знает Лидия Степановна Еловая. 22 года назад она придумала, как объединить людей, которых все вокруг считают пожилыми. Так появился гомельский клуб «Прометей», который сегодня объединяет почти 100 гомельских пенсионеров. Кстати, «Прометей» стал первым клубом в стране, который помог людям преклонного возраста объединиться. Дорогие друзья, я хочу пригласить в эту студию удивительную женщину, очень позитивного, неунывающего человека. Встречайте, пожалуйста, Лидия Степановна Еловая у нас в гостях. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы, вы знаете, очень рады видеть вас в нашей студии. Честно скажу, давно хотели пригласить на нашу программу, потому что вы действительно такой удивительный человек. Мне кажется, столько эмоций, столько позитива, которые вокруг вас. Я думаю, что мы сегодня сможем это же передать и с помощью камеры телевизора нашим зрителям. Маленькую часть, да? Но для начала, скажите, пожалуйста, подтвердите. Я не оговорилась насчет «Прометея», да? 22 года назад... Нет, он был организован 22 года назад, в 95-м году. Мне посчастливилось побыть в Германии, посмотреть, как там обращаются с пенсионерами, чем они занимаются. И очень это поразило. Они собираются вместе, их автобусами привозят, пьют кофе, поют, рисуют. Ну и по приезду мы решили в наших условиях попытаться сделать что-то тоже организовать похожее. И, в общем-то, потихоньку начали еще тогда. Потихоньку? То есть это не стало каким-то таким огромным движением, когда люди... Нет, это был первый опыт у республики. Первый клуб создали. Сначала люди приходили. Что делали? Разговаривали. Так. Лепили, шили что-то. А потом бы сидя уже запели. И получился первый ансамбль «Еще не вечер». Замечательно. Вы знаете, я вас перебью. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена Анатольевна. Так. И, знаете, я бы хотела сказать, что на пенсии жизнь только начинается. Что не надо убивать и как-то забивать за это. И я считаю, что у нас в городе не хватает больше каких-то мест, чтобы прийти по себе туда с внуками или встретиться с друзьями, чтобы хорошо провести время. Каких-то мест? Вы имеете в виду что? Это какие-то... Какие-то, ну вот, заведения, кафе мы сейчас очень можно для молодежи сделать. Если вы туда заходите, то, ну, младшее поколение, почему вы здесь делаете такое для старших? Понятно. Вообще интересная очень мысль. Спасибо вам большое. Спасибо. Это, в принципе, соответствует первому пункту в нашем списке прогулки. Ну, не просто на троллейбусе, да, с одного района в другой, с достопримечательностями, обзором, а, наверное, все-таки действительно с приятными посиделками. Хорошая идея. Я думаю, прислушаются. Можно сказать, кафе есть на Ириненской, Вишневый бар, там всегда приходят и взрослые. Пенсионеры общаются, да? Да, и наши ходят туда общаться. Вообще скажите, пожалуйста, в каком возрасте человек приходит сегодня в такой вот клуб, который называется все-таки клуб для пожилого человека? Вот как ваш премьер. Вы знаете, раньше, 20 лет назад приходили, вот только ушли на пенсию. А сейчас уже в 50 приходят, говорят, мы хотим потренироваться, как это, к пенсии подготовиться. Занимает заранее место. Занимает заранее место. И резервирует. Людмила, вот ты правильно говоришь, готовиться надо, и люди это уже сами ощущают. Ну а что может вообще, в принципе, предложить сегодня клуб «Прометей» пожилому человеку? Вы знаете, когда он открывался, там были у нас и кружки умелые руки, и вязание, и шитья. Но с переходом мы перешли в городской центр культуры, и сейчас, в общем-то, мы больше занимаемся самодеятельностью. Люди поют, танцуют, занимаются пародиями. Но там есть и клубы для тех, кому за. Приходят, общаются. Называется «Золотая осень», тоже при городском центре культуры. Так что на все вкусы. Лиза Степановна, скажите, пожалуйста, а вот у вас лично есть какое-то собственное хобби, кроме, конечно же, клуба «Прометей»? Хобби у меня внуки. Внуки, да? Это ваше хобби, замечательное хобби. А вот мне интересно, знаете, когда человек приходит в такой клуб, начинает петь, а до этого этого не делал никогда, начинает плясать, он меняется как-то? Вот вижу, вы же за 22 года видели много таких судеб у людей. Люди приходят, вообще, иной раз не занимались, не пели, не делали. Ну, на работе были какие-то спелки, как сказать, на праздники, и потихоньку начинают петь, танцевать, и в результате даже звезды получаются. Приходится звездную болезнь лечить иногда. Даже так? Даже так. Как лечится звездная болезнь пенсионеров? Серьезно? Вот ведь это о том экстриме, о котором я пыталась сказать вначале, да? А я хотела спросить, а у вас есть такое ощущение, что это своеобразная такая, особенно на начальном этапе, как психотерапия, когда человек переходит из одного состояния в другое? Конечно, да. Ради этого ведь был создан клуб, чтобы люди ушли, а не остались одиноки. И на работе забыли уже очень часто, когда провожали все, как вот в фильме, в восторге были. А потом забыли, ни звонков не вспоминают. У детей многих нет, многие остались одни. Вот тогда были вдовы еще, когда старшая была, у нас старшая группа первая. А здесь они приходят, у них свой дом образуется, свои друзья, свои интересы. Они перезваниваются, дни рождения отмечают, собираются куда-то, ездят вместе. Люда, это не получается такой вот заменой, да? Что мы заменяем клубом вчерашнюю работу? Но дело в том, что человек это социальное существо. Он не может, человек не может жить один, понимаете? Мы, как вот есть стада, да, вот, да, там у, господи, уточки там друг к другу, да, там жмутся, посмотрите. Ну мы точно так же, мы жмемся друг к другу, понимаете? То есть нормально, это нормально абсолютно. Нормально и правильно, когда человек уходит на пенсию, скучает, страдает, но в принципе не должен оставаться один. Ни в коем случае. Вот сейчас вот то, что проговорили, да, это как посыл нашему обществу, как можно больше создавать всевозможных объединений, клубов. То есть государство должно способствовать этому всячески. Людмила, а как относиться к такому моменту? Вот, Лиза Степановна, вы тоже подскажите нашим телезрителям, вот, когда, казалось бы, еще вчера только, вот это все было, такое вот насыщенная, активная жизнь. Сегодня ее нет, и многие пенсионеры, ну люди, наверное, да каждый бы, наверное, побежаться начинает на свой коллектив, который, кажется, про него забыл. Хотя мне кажется, это нормальная ситуация, люди побежали дальше, да? Людмила, вот как относиться вот к таким, вот к таким вещам? Я думаю, что нужно просто понять, что жизнь не стоит на месте. И вот этот вот момент перехода в другое место, оно мы называем это условно пенсия, да, это возможность для дальнейшего развития. У тебя достаточно свободы, у тебя достаточно опыта, у тебя много, много, очень много плюсов, да, и ты свободен дальше двигаться. Ты можешь еще работать, ты можешь, у тебя есть денюжка, скажем так, в кармане, пусть она не огромная, пусть она небольшая, но уже под спорь какой-то есть. Ты более свободен в выборе, твои дети уже выросли, как правило, да, тебе не нужно думать о хлебе насущном для детей, то есть очень много плюсов. И поэтому нужно сесть, планировать еще раз свою жизнь, да, и не ходить в прежний коллектив и не говорить, да, это как, знаете, бывает так, что дети из младших классов переходят в старший класс и бегают к учительнице начальных классов, забери нас обратно, ну это же смешно, правда? Надо обрести новый коллектив. Очень правильно, некогда будет думать, некогда будет на кого-то бежаться, наверное. Мне кажется, очень интересное мнение, вы согласны? Вы знаете, есть интересное сообщение уже от наших телезрителей. Вот, например, нам, пенсионерам, не хватает общения, Ольга пишет. Было бы неплохо пойти в какой-нибудь клуб недалеко от дома, встретиться там со сверстниками, поговорить за чашечкой кофе или чая. А вот Эдуард, я так понимаю, пенсионер, хотя, может быть, и нет, он мечтает просто выспаться на пенсии. Вы знаете, Эдуард, я с вами. На самом деле, вот достигнув вот этого пенсионного периода, человек, наконец-то, все-таки получает свободное время. Вот чем раскрасить, дорогие друзья, вот эти скучные будни, чтобы наполнить жизнь вот этим не только домашними делами, но и все-таки интересными влечениями? Чем же еще, кроме танцев и песен, может заняться человек преклонного возраста? Я думаю, мы спросим об этом прямо сейчас у наших зрителей в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Зиновьева Анна Павловна. Посещаю Прометей. А давно на пенсии? 9 лет. Так, расскажите. Посещаете Прометей? Да, Прометей с удовольствием. Посещаю дачу свою летом, потом еще велосипед, интернет. Подождите, велосипед, вы имеете в виду ездить на дачу, наверное? Да, везде. Где только могу. Аплодисменты. Это же удивительно. Хочу быстренько вам сказать, что эти группы, которые люди спрашивают, социальные центры созданы в нас в городе, и туда свободный доступ, и обучают бесплатно интернету. Пожалуйста, посещайте в городе, в каждом центре, это районе центра, да, есть центры эти социальные. Спасибо. Да, и еще путешествия. Больше всего снимают стресс путешествия. Путешествуете недалеко. Египет и Турция уже проверены, ничего не помогает, стресс не снимает, впечатлений мало. Только по Белоруссии, вот может по России, но поближе, по доступной цене. Пожалуйста, не сидите дома, едьте, смотрите, обозревайте и наслаждайтесь. Давайте поддержим. Скажите, пожалуйста, а с кем вы путешествуете? Я пока путешествую одна. Одна? Партизан. Партизан, проверяйте обстановку. Вы знаете, у вас есть прекрасная возможность сейчас найти себе спутника, или спутницу, или спутника. Приглашаю, приглашаю, вместе будет веселее. Отлично, спасибо вам большое. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Лариса Ивановна, я так как житель деревни, так у меня как бы проблемы особо не было, что пошел и нечего делать. У меня огород 30 соток, хозяйство, козы, куры, эти собаки и 10 котов. Вы представляете? Давайте поаплодируем, я не представляю. Вот пользуясь возможностью, хочу предложить в дар 7 котят, пушистеньких, рыженьких. Вот 918-277. Как тот говорил? 918-277. Я обожаю пенсионеров. А вместо работы у меня хобби. Я уже с деревни езжу сюда в ГЦК и занимаюсь художественной самодельственностью. В молодицах. Аплодисменты, ну вы как вы все успеваете. Ну вам точно не скучно на пенсии. Двигаться надо, как говорят, без движения нет жизни, поэтому стараемся не засиживаться. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Николай Владимирович. Николай Владимирович, я так понимаю, что вы еще к пенсии только готовитесь. Да, я готовлюсь, испытательный срок. Испытательный срок. Посещаю клуб Примитей. Серьезно? Расскажите, вас волнует что-то? Вы боитесь пенсии? Скажу так, спрошу так. Да, немножко переживаю. А что вот вас беспокоит? Вот как бы на работе веселее, как бы больше занят. Вы боитесь, что вы останетесь без дела или один будете? Что вас беспокоит больше всего? Ну все-таки пенсия как-то меня пугает. Пугает, да. Попробуем сейчас разобраться, что именно вас пугает и как, в принципе, можно помочь таким, как вы. Ну я вот лично посещаю клуб Примитей. Там нашел своих, как сказать, коллег, друзей. Вы там поете, танцуете, вышиваете? Мы поем, нет, мы поем, танцуем, выступаем на Котовского, в Пчонки ездим. Ну так нам как бы веселее жить. Спасибо большое. Спасибо за эти мнения. Вы знаете, мне кажется, можно спросить еще одно мнение у нашей зрительницы. Представьтесь, пожалуйста. Людмила. Людмила, ну добрый вечер вам. Вот видите, рядом с вами сидит какой очаровательный мужчина, и он беспокоится. Беспокоится, что скоро придется вот чем-то пожертвовать, например, работой коллегами. Что бы вы ему посоветовали? Он уже выбрал кое-что для себя. Примитей ходит, поет, танцует. И это вельми добро. Ну, я по жизни оптимиста, поэтому я тоже пою, танцую в ансамбле «Ритмы сердца» при городском центре культуры. Я еще люблю стихи, читаю стихи со сцены. А можете сейчас прочесть что-нибудь? Конечно. Слушаем. Хороший муж. Хорошего мужа корила жена. Послушай, ну где благодарность видна? Ты много работал, тебе пятьдесят. А что ты имеешь? Всего лишь оклад? А вот у соседа машина, квартира, дача, гараж. А мебель ты видел? Ты видел трильяж? Тут муж возмущенно ответил жене. Ну что ты соседом все тыкаешь мне? Он крал, арестован. И скоро сосед получит не меньше пятнадцати лет. Я думаю, след продолжения узнаем в следующей программе. Но в любом случае, спасибо большое, дорогие друзья. Поверьте, чистейшая импровизация. Но на самом деле даже мне это было очень удивительно. Ведь согласитесь, сидеть в четырех стенах и копить болячки все-таки не самый лучший выход для пенсионеров. Свободное время дарит нам массу новых возможностей. Так считает следующий гость нашей программы. В свои 76 лет он может стоять на голове, танцевать с баяном, купаться в проруби и бегать дистанции. Длинные дистанции марафон. Дорогие друзья, встречайте, Федор Григорьевич Ковалев у нас в гостях. Добрый вечер, Федор Григорьевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, очень рады видеть вас в нашей студии. Вы при параде. Вы написано «Самый лучший дедушка в мире», да? Я так понимаю, это подарок, наверное, от внуков. Да, это самое главное, что внуки есть. Да, я так понимаю, что именно внуки помогают, наверное, вам бодриться. Бодриться и еще дождаться правнуков. Мы вам этого желаем обязательно. Да, поэтому я занимаюсь уже в постели зарядкой. Прежде чем встать, я занимаюсь 7 минут 8 в постели. Майя Гогулан помогает. Потом я иду на кухню, делаю зарядку, всякую разную приседание, на голове стою, на руках стою. Потом делаю йогу обязательно. Йогу, без йоги это бесполезно все. Вот даже сажусь вот так и могу отжиматься. Аккуратно. На кулуках. Почему молчим? У меня руки заняты. Вот, потом завтрак легкий и шурую за наш сош. Там я на велике еду, а потом велик оставляю. А вы раскрутитесь и встанете. И делаю пробежку. Ух ты, давайте поаплодируем, да. Вы знаете, Федор Григорьевич, вы меня пугаете, вставайте. Нет, сейчас мы отожмемся. А, будем отжиматься. Ну-ка, посчитаем. Ну-ка, считаем. Только я долго не буду, конечно, потому что времени нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь. Дело в том, что тай-джи-чюань и шуру всегда девять, тридцать, шесть. А что это такое, вот эти вот движения, которые вы показывали до нашей программы? Пожалуйста, могу показать. Это тай-джи-чюань. Дорогие друзья, 77 лет нашему гостю. Дорогие друзья, я только прошу вас, не повторяйте, пожалуйста. Спасибо большое. Федор Григорьевич, мне кажется, пора присесть на диван. Я потом ныряю, если зима, значит... Вот, давайте поговорим о том, как вы ныряете. Присядьте, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте поаплодируем. Ну, просто за смелость и за такую, действительно, активность. Вы действительно купаетесь каждый день в реке? Да, каждый день. Ничего себе! А как давно стали заниматься вообще моржеванием? Ну, в общем-то, в 87-м году начали печатать Порфира Иванова в советском спорте. Вот оттуда и понеслось. О, запыхался. Я же, конечно, запыхались. Слушайте, а вот так как... Я так понимаю, что вот так вот вы практически всегда и в таком положении находитесь, да, в своей 77? Да, я даже в бане так моюсь. И головку, и все. Замечательно. У нас есть телефонный звонок, вы пока отдышитесь, да, а мы послушаем наших телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Амана Тарасовна Неведомская. Здравствуйте. Я руководитель танцевального коллектива «Бабульки», который входит в состав «Прометея». И приглашаю к нам в коллектив мужчин. Пускай они боятся приходить, пусть двигаются. Спасибо. Я так понимаю, у вас катастрофа с мужчинами-пенсионерами. Да. Ну что ж, будем помогать вам. Спасибо. Я могу танцевать, но пусть приходят. Спасибо большое. Спасибо, бабульки. Этот коллектив как-то был у нас в эфире и произвел просто фурор. Да, наши зрители до сих пор просят повторить эту программу. Ну что ж, Федор Григорьевич, как там водичка сегодня? Вот все хочу спросить. Ну, уже почти ноль. Уже почти ноль, да? Долго вообще? Долго можете плавать? Ну, я туда езжу бегом. Добегаю до Якубовского озера. Ну, сегодня кто-то там, никто не пробил ее. Такая полоска. Пришлось мне руками молотить. Ну, и присесть три раза. Уши только закрываю. Вы знаете, когда готовились к передаче, я нашла ваши фотографии в социальных сетях. Вы не только занимаетесь моржеванием, но еще и бегаете на длинные дистанции. Я попрошу режиссеру показать фотографии, где вы участвуете в марафоне. Я пробежал 39 марафонов. 39. С 90-го года по 2006. А вот сейчас будет фотография. Это что за события? Помните, сколько бежали? Это было 23 февраля, по-моему, в 16-й год. Так. Да, это точно. Вот моя КЛБ, клуб любителей бега СОЖ. Пожалуйста, приходите все. Послезавтра у нас в ГЦК в 9 часов сбор. Спасибо большое. Мы пробежку делаем, все. У меня, вы знаете, заканчиваются слова, потому что я хочу, в принципе, да, вот все это усвоить, все, что вы сказали. Людмила, вот как тебе... Наташа, тебе все еще хочется на пенсию. Да. Людмила, как ты прокомментируешь такой активный образ жизни в 77? Наташа, вот можно я озвучу мысли, которые появились, когда выступал наш телезритель. В чем вот сложность, когда мужчины уходят на пенсию? Сложность в том, что мужчины прежде всего идентифицируют себя с профессией своей. Вот если вы зададите вопрос женщине, кто ты, да, она скажет, я мама, я жена, там, я там подруга, и там потом, может быть, пятая, седьмая роль будет, там, я там учитель, то есть какая-то роль социальная. А если мужчине вы зададите этот же вопрос, он скажет, я строитель, я директор. Он полностью идентифицирует себя вот с этой активностью, то есть со своей профессией. И он надевает этот мундир, и ему очень тяжело этот мундир снять по жизни. Ты хочешь сказать, что мужчине сложнее стать пенсионером? Сложнее, сложнее, сложнее. Это гораздо труднее. Почему? Потому что он ассоциирует себя. Я смотрю на Дорога Григорьевича, и мне кажется, ему все легко. Так почему такие нагрузки? Они, конечно же, вот и сопоставимы с тем, если бы он был, например, там, менеджером по продажам. Утром встал и пошел, пошел. То есть активность на том же уровне. Мне интересно, кем вы были в прошлой жизни? А кем вы работали? Я баянист, работал в 48 лет в 28-й школе. И по всему городу, и в Белице, и в 1-й, и в 2-й школе, и в 4-й, и в 5-й школе, и где только не работал. То есть активность была очень высокая, да? Причем активность какая? Бегунок, да, на ногах. Поэтому эта активность и остается. А скажите, ваша семья разделяет сегодня ваше увлечение? Пока уже. Моя дочь сама увлекается этим же. Она закончила танцевальные 5 лет. Отучилась в Минском кулечке в этом нашем. Вот. Но сказала, больше я ногой больше не буду танцевать никогда. Не хочу. Занялась другой там профессией. Но на стадион они ежедневно всей семьей, с собачкой даже 5 человек, они идут на стадион возле школы. И бегают там часа полтора. Яблоко от яблони недалеко падают. Она благодарит мне, пишет в интернете, пишет, папочка, спасибо, что ты меня научил трудиться. Трудиться. Замечательно. Потому что это тоже огромный труд. А ей же надо и обед наварить, и все, и прочее. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Палентина Ивановна. Слушаем, Валентин. Я вам звоню с Новобелевского района. Так. Вот я на пенсии уже 14 лет. Так. И 10 лет, как я нашла себе, как говорят, отдушину, я посещаю воскресную школу. Так. И вот я бы хотела посоветовать пенсионерам в таком возрасте приблизиться к Богу. В церкви. Ведь мы же все христиане. И надо нам помолиться и за деток, и за внуков, и за себя, и за тех, кто ушел от нас до наших предков. И поэтому не теряйте времени, не сидите дома. Звонят колокола. Идем в церковь. Спасибо. Отличное. Спасибо. Спасибо большое. Неожиданный и очень интересный звонок. Вот, Федор Григорьевич, вы знаете, я хочу познакомить вас и всех наших зрителей с одной очень удивительной женщиной. Она, может быть, и не ныряет в проруби, но зато умеет шить тапочки из старых чемоданов. Дорогие друзья, немного терпения, и сразу после рекламы она появится в этой студии. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Ну, чем заняться на пенсии, пытаемся поговорить на эту тему. Считается, что вот, например, женщина на заслуженном отдыхе обязательно должна вязать носки и печь пироги. А вот как насчет тапочек из старых чемоданов? Мне, например, очень интересно такие примерить. И прямо сейчас я хочу пригласить в эту студию Светлану Прокофьевну Онищенко. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Светлана Прокофьевна. Присаживайтесь. Очень рады видеть вас в нашей студии. И покажите нам, пожалуйста, эти загадочные тапочки. И расскажите, почему для их изготовления все-таки используете старые чемоданы. И как это вообще возможно? Ну, чемоданы же выбрасывают. Я с них вот делаю. Сначала делаю два следа, а потом делаю четыре таких вот лепесточка. Это только чемоданы или еще какие-то? Чемоданы, сумки, ранцы старые. Вот это вот. Именно все, что не надо. И пальто. И пальто. То есть, я так понимаю, все ваши соседки несут вам старые чемоданы, а забирают тапочками, да? Хорошая идея. А скажите, сколько пар тапочек вы уже пошили? В этом году 167 раздала. Девушки, а сколько вообще времени уходит на одну пару у вас обычно? Ну, вечер. За вечер можно сделать. За вечер можно, да? За вечер можно сделать пару тапочек. Я так понимаю, что вы уже один... Ну, я, как говорится, плана нету, штуков нету. Некуда торопиться потихоньку, просто потихоньку под телевизор. Сидя в кресле можно делать. Это такое ваше хобби, развлечение или такое дополнение к остальным занятиям? Вы знаете, что? Это мотор и корук. Так. Во-первых, мотор и корук. Мы все-таки как-никак шевелим руками. Ну, и под телевизор чем-то надо заняться. Потому что так же скучно дома одной сидеть. Творчество. Творчество, да, то есть вы говорите. Ой, вы даже время зря не теряя, начинаете прямо сейчас их шить. Ну, я сейчас вам покажу, довяжу. Покажите вообще и расскажите нашим телезрительницам, у которых есть старые чемоданы, как это делать. Вот это вот старая сумка. Вот видите, вот принесла специально показать. Вот, как говорится, золото, бриллианты блестят. Покажите еще, какие сумки иранцы были использованы. Вот это вот была тоже сумка. Вот, это вот сумка или чемодан, я уже даже не помню. Вот, даже замком. Вот захотелось мне сделать замком. Понравилось. Вот это был чемодан. Вот. То есть вы берете старый чемодан, раскраиваете, вырезаете. Да, вырезаю. Мою, конечно. И вот даже вот маленькие вот лопаточки тоже вот для маленьких деток. Из чего вы делаете подошву? Мне очень просто понравилось. Подошва тоже вот как идет вот. Покажите вот нашему оператору подошву, чтобы было понятно. Вот, подошла тоже идет старая сумка или чемодан, вот. Потом ложится ткань и внутрь ложу поролон для мягкости, чтобы удобно. Ну, те, которые носят, говорят, удобно. Я сама ношу носки. Я надеюсь, попробовать сегодня тоже в нашей программе поносить такие тапочки. Я так понимаю, что вы сделали заготовки и сейчас во время эфира, да, попробуете связать. Просто крючком. Да, плохо просто. С одной стороны просто, а с другой стороны как бы инорно. Да, петля без накида и все. Ну что ж, спасибо большое. Будем, да, смотреть и наблюдать. А вообще вот скажите, пожалуйста, Светлана Прокофьевна, Федор Григорьевич, а что вот вы приобрели, выйдя на пенсию, и что потеряли? Можете ответить на такой вопрос? Я как-то не понял, когда вышел на пенсию, одинаково было, что и до, и после. Ничего не почувствовали? Нет, ничего я даже не заметил этого периода. Уровень активности как был высокий, так и остался. Только что немножко добавили там вот это. А, добавили вам еще. О, как хорошо, хорошо. Светлана Прокофьевна, а у вас как это все? Ну, на пенсию вышло, как-то было скучно. Мужа просила, чтобы он меня устроил на работу. Сначала каждый день, ну, потом через день, потом раз в неделю, ну, а потом привыкла. А потом подумали, зачем мне вообще работать на пенсии, да, когда можно заниматься любимыми делами. Да, так потихоньку, потихоньку, и привыкла. А что вы еще, кроме тапчиков, делаете? Я смотрю на носочки. Носки. Вяжете так. Носки, пинетки детские, для себя тоже такие вот типа полуносочки такие вот удобные. Ну, как говорится, на дачу, как женщина говорит, езжу летом. Хожу в центр соцзащиты железнодорожного района. А! Да, очень мне нравится. А вы давно ходите в такой центр? Сразу пошли? Да, с 10-го года. Нет, не сразу, в 10-м году пошла. И вот... Еще когда центр был на аэродроме. А вот поделитесь, пожалуйста, с нашими телезрителями, что изменилось, что меняется, когда человек приходит в такой центр, где вот есть клуб по интересам? Вы знаете, что интересно? У нас есть и хор, и танцы, и спортивная гимнастика, то есть лечебная гимнастика в этом центре. Потом, что у нас есть еще? Шитье. Очень хорошее Илона Леонидовна очень хорошо нам объясняет, на машинах объясняет, что и как шить. То есть можно научиться с друзьями, да? Поделки и сумки. А тапочки вы там научились делать? Давно уже научилась сама. Вот. Потом, что еще? Умелые ручки. Лена Петровна очень нам... В общем, весело. Приходим, как говорится, по интересам. Спасибо. Вы знаете, у нас есть интересное сообщение в Вайбере. Вот Динаида Максимовна пишет, что несмотря на возраст, ей удается ходить не только на концерты, но и на различные мероприятия, которые проводятся в городе. А Кристина Ивановна сообщает, что она очень любит путешествовать, но когда работала на это, не хватало времени, а теперь, к сожалению, не хватает денег. Алина Викторовна сообщает, что на пенсии ей помогают дети. В этом году они побывали в Питере, в прошлом ходили в пеший поход по Беларуси. Ну что ж, наши аплодисменты. Дорогие друзья, я напоминаю, что тема сегодняшнего эфира «Чем заняться на пенсии» у нас действительно удивительные герои, такие откровения, я бы даже сказала, сегодня в эфире. Делитесь своими историями, своими мыслями, звоните в студию, пишите в Вайбер. Вообще, чтобы чувствовать себя здоровым в пожилом возрасте, нужно не замыкаться на себе, не раскисать, жить активной жизнью. Вот об этом сегодня мы говорим в нашей программе. И о том, где наши пенсионеры могут найти себе единомышленников, и в чем наши все-таки пожилые люди самые продвинутые, об этом мы поговорим далее в нашей программе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Васильевна, мы рады видеть вас в нашей студии. Видите, что здесь происходит? Да. Да, я же не знаю, как остановить вот эту энергию, которую делятся с нами наши люди, я бы сказала так, пожилого возраста. Действительно, очень интересно. И пенсионерами-то не назовешь. Ну, если позволить, давайте для начала определимся, что такое вообще социальная поддержка пенсионеров сегодня в нашей стране. Ну, социальная защита – это прежде всего пенсионное обеспечение. У нас в области более 330 тысяч пожилых людей, которые получают пенсию по возрасту. Безусловно, это дополнительная поддержка людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это материальная помощь и средств фонда социальной защиты, государственная адресная социальная помощь. Ну, а социальным обслуживанием пожилых людей, не только пожилых людей, занимаются территориальные центры социального обслуживания населения. Если система защиты, социальной защиты в следующем году отмечает 99-летие, то территориальные центры совсем юные. Их создание началось только в 2000 году. Как же жили наши пенсионеры до этого, мне интересно, чем занимались. Вот, ходили в ПРОМЕТЕЙ. Ну, а на самом деле, вот как работает сегодня этот механизм в нашем регионе? Есть пенсионеры, там какое-то количество, например, в районе, в городе? Кто их контролирует, кто им предлагает подобные... Ну, система социальной защиты у нас, в принципе, в каждом районе есть управление по труду, занятости, социальной защите, которая занимается назначением выплатной пенсии, пособий, содействием трудоустройстве, оказанием различных видов денежной помощи, материальной помощи, обеспечением средствами реабилитации. Ну и сегодня в каждом районе нашей области есть территориальный центр социального обслуживания населения, который отвечает именно... занимается именно социальным обслуживанием населения, различных категорий населения, проживающих в районе. То есть, если человек просто не знает, это не значит, что его нет такого центра, да? Дорогие друзья, вот бегущей строкой внизу экрана мы сегодня будем повторять адреса этих центров. Это касается не только города Гомеля, это касается всей области, поэтому внимательно читайте, следите, находите свой город, запоминайте адрес. Вот нам обещают, что каждый пенсионер в любом районе, в любом городе нашего региона может найти, прийти в такой центр и, в принципе, найти себе интересное занятие и друзей, да? Да, безусловно. Вот у меня интерес возник вот такого уровня. А есть ли возможность переподготавливать пенсионеров к другому виду деятельности, скажите? Например, была какая-то профессия, а он желает переподготовиться и заниматься чем-то другим. Есть ли такое? Или какие-то учебные заведения, что-то такое? Территориальные центры этим, к сожалению, не занимаются. Они у нас в территориальных центрах сегодня действует 17 отделений круглосуточного дневного пребывания для пожилых граждан, да, которые обеспечивают, созданы для того, чтобы обеспечить досмотр, досуг пожилым гражданам. А вот то, о чем вы говорите, это очень интересно. Знаете, у наших соседей развиваются такие интересные проекты, как институт третьего возраста, где пожилые люди... Давайте сделаем. Давайте сделаем. Ох, как интересно, институт третьего возраста. Пожилые люди с удовольствием учатся. Я буду у вас психологию преподавать. С удовольствием учатся. Даже на общественных началах. Вот знаете, за что я люблю? Учают иностранные языки, экономику, предпринимательство, психологию, да. А вот скажите, кто сейчас вот, кто сидит в студии, кто бы пошел в такой институт учиться? Или... О, посмотрите. А вот я, вы знаете, подойду и хочу задать один вопрос. Вот вы тянете руку. Сейчас, секундочку. Вот если бы была такая возможность, чем бы вы занялись? Психологией, экономией? Какую профессию еще одну захотели? Ну, я образование педагог. Так, а какой бы хотели? Вот. И, конечно, я бы сейчас, наверное, экономикой заняла. Спасибо. А вы? А я побольше бы узнать интернет и какое-то там, не знаю, программирование, наверное, вряд ли отдаление. А зачем? Что-то вот, ну, чтобы дальше было... Развиваться. Ну, дальше видеть что-то, вот. Спасибо большое. Какой у вас был план? По профессии педагог. Так. Но я на пенсии уже попробовала. Кончила курсы лифтеров. И работала на мясокомбинате полтора года, пока головкой не сдала. Здоровье не позволяет. Вот. Попробовала. То есть психология, наверное, вам бы подошла, я думаю. Ну, а где психологию применить? А-а-а, хороший вопрос. А так пошла, я же, денежку думала заработать. Спасибо. Спасибо вам большое. Очень интересное мнение. Да, аплодисменты. Вы знаете... Очень интересная идея. Действительно, в следующем году надо попробовать ее реализовать. Надо этим заняться. Наш проект, наш проект поддержит. Обязательно. А у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Алло. Да, говорите. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Василий Михайлович. Слушаем вас. Я вот хотел бы задать такой вопрос. Может, кто-то из зала, и участники вашей передачи, или ведущие, или тех, кто ему может помочь с таким вот вопросом на пенсии? Есть очень узкоспециальные такие направленности работы. Такие, как, допустим, ну, более специфичные работы. Как можно переквалифицироваться? Допустим, вот я ведь врач. На пенсии уже дальше мне работать. На пенсии. По состоянию, как бы, и здоровья. Это животное. С ними тяжело работать. И поэтому я бы вот хотел бы узнать. Есть кто-нибудь, может, подскажет? Переучиться на кого-то? Как-то пойти куда-то работать другом? Спасибо. Я думаю, что неохота сидеть. Спасибо. Вот прямо в нашу тему разговора. Обожаю нашу программу. Спасибо вам большое. Обожаю. Мы создаем прецедент. Мы создаем предложение. Мы не просто сидим тут конючим, да, а мы говорим. Мы хотим, да. Дело даже не в этом, Люда, что делаем мы, а дело в том, чего хотят зрители. Обратите внимание. Чего хотят? Да, конечно. Это вещь, которая сегодня беспокоит людей. Они не просто хотят петь, танцевать. Они хотят где-то быть полезными. Да, более как бы применить себя. Но в то же время, может быть, не так активно, как работали раньше. Что можно ответить вот сейчас? Наверное, как вы попробуете ответить нашему телезрителю? Знаете, мне трудно сегодня действительно сказать, где можно получить пенсионеру новую профессию. По крайней мере, вот так вот перепрофилироваться на данный момент ответа нет. Да, наверное, нет. Но мы обещаем, да, наверное, что это появится. Попробуем какие-то проекты осуществлять. Спасибо большое. Вы знаете, вот о чем хотелось бы поговорить? Вот сегодня мы показали яркие вот такие примеры активных, активных пожилых людей. Но ведь большинство пожилых людей стесняются идти в клуб, кому за 30. Ну или там за 50, я так сказала, да. Или просто даже не знают, чем себя занять. Вот, например, наша гостья, Светлана Прокофьевна, вот она пошла в центр дневного пребывания, да. А вот мне интересно, Светлана Прокофьевна, вы легко туда пошли или вы себя заставляли очень долго? Нет. Стеснялись, нет? Легко, я ходила вот два раза в неделю, как вот. Сразу, собрались, пошли. Но ведь согласитесь, у вас есть наверняка соседи, подруги, которые никогда этого не сделают, потому что стесняются, не доверяют, ну, не понимают, зачем им это. Вот мне интересно, как помочь такой вот категории граждан стать активными? Ну, я соседку с вами предлагаю, и ходим с удовольствием. Ходите. Так, а что вот вы можете предложить? Сарафанное радио. Знаете, действительно, очень много людей, пожилых людей посещают наше отделение. У нас 17 отделений, полторы тысячи человек их посещают. В Советском районе у нас два отделения, потому что слишком много желающих. И там, ну, действительно, люди находят себя. И, знаете, вот еще о чем я хотела бы сказать, вот, казалось бы, волонтерство, да? В чем это понятие связано у нас? Молодые люди, студенты, школьники помогают пожилым людям, помогают инвалидам. А у нас есть такие движения пожилые пожилым, когда пожилые люди ходят к лежащим больным и оказывают им помощь. У нас замечательный проект в Новобелевском районе на базе территориального центра, реализуется уже несколько лет. Бабушка на час. Так, еще раз поподробнее, я вот смотрю, заинтересовался наш участник. Здесь заливаю аудиторию молодые мамы, бывшие сироты, которым сегодня некому помочь, посидеть с ребенком, научить какой-то житейской мудрости. Почитать книжку. Да, и наши бабушки с удовольствием берут их под опеку. То есть, наши пенсионеры очень активны. Очень интересно, здорово. А самое главное, об этом мало мы знаем. Лидия Степановна, скажите, пожалуйста, вот ваш клуб, он ощущает как-то сегодня поддержку государства? Я про клуб Прометей. Ну, вы знаете, сейчас немножко меньше, но мы в ГЦК базируемся, там очень хорошо поддерживают нас Панина, директора Людмила Александровна. И надо отдать должное, все годы нас Иван Афанасьевич Бородинчик всегда поддерживает. И до сих пор. Приходят на все концерты, всегда подбадривают, чем можно всегда. Вот столько лет, уже около 20 лет, и всегда мы ему благодарны, что не только руководитель, но и человек. Людмила, вот мне интересно, скажи, пожалуйста, вот как помочь человеку, который боится пойти в такой клуб? Боится быть, скажем, активным, вот активным сегодня. Который находит для себя миллион оправданий, что идти в клуб это не мое, петь не мое, танцевать не мое. Я поняла, Наташа. Ну, во-первых, возможно, это тот вариант, как ты вот говорила, да, хочу на пенсию, хочу отлежаться, дома отсидеться, ни с кем не общаться, да, вот хочу быть максимально интровертированной. Возможно, это тот вариант, когда человек устал от социальной активности, такое может быть, да, и он реализует себя там дома с мольбертом, что-то рисует или с внуками занимается, возможно, ему эта активность и не нужна, и наоборот, его жизнь продлевает, вернее, качество жизни, он считает, что выше, если бы он занимался со своими детками, например, с внуками, да, поэтому пусть будет так, не каждый желает активности, вот. Давайте послушаем, спасибо большое, Людмила, давайте вот послушаем сейчас, я прочитаю сообщение в Вайбере, очень интересное от наших зрителей, Антонина сообщает, что в некоторых российских регионах есть форумы для пенсионеров, где они общаются, обсуждают свои проблемы и объединяются по интересам. Хорошо, чтобы в Гомеле появилось что-то подобное, может быть, у нас и существуют подобные, вот, есть клубы, да, а может быть, существуют и форумы какие-то в интернете, действительно, никто пока ничего нам подсказать не может. Ну, в одноклассниках сидят очень много бабушек, кстати. Пенсионеры очень активно общаются в социальных сетях, это действительно. Вот, кстати, вы знаете, Мария, она сообщает вот в тему, что в то время, когда мы работали, не было такого влечения компьютерами, она говорит, что она пенсионерка и очень хотела бы походить на компьютерные курсы, чтобы освоить вот эти самые азы, где пенсионеру можно этому научиться бесплатно, спрашивает Мария. В центрах социального обслуживания населения есть компьютерные классы, в принципе, где мы обучаем каким-то основам компьютерной грамотности, причем хочется сказать, когда мы открывали эти классы, года четыре назад мы проводили опросы среди пенсионеров, нужны ли вам такие курсы, причем это не только город Гомель, естественно, районы, центры у нас во всех регионах Гомельщины существуют. И тогда особенно наши регионы говорили, нет, что вы, наши бабушки говорят, зачем нам это, зачем нам эта бесовская машина. Да вы что, так и говорили. Да, мы не можем внуков отучить от этого, а сегодня, сегодня наши бабушки активно... А вы знаете, как я нашла Федора Григорьевича? Через социальные сети. Да, хочу вам сказать. Вот я так понимаю, что вы там самый активный пользователь, наверное. Вот для чего? Нет? Нет, кстати, нет времени, потому что вот я с девочками пою, работаю, очень часто концерты. Ну, на самом деле, сегодня очень много примеров, когда человек вот на пенсии впервые вот включает компьютер, начинает осваивать интернет. Ну, не знаю, на мой взгляд, это как раз тот случай, когда человек может общаться с кем-то, он может в интернете писать мемуары, да, мало ли что. Кстати, мне подсказать есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Гомель, здравствуйте, Наталья, гости в студии. Меня зовут Герасим. Герасим, я вас узнала. Да, я тоже вас узнала. Спасибо. Я думаю, что сейчас будут стихи, наверное. Я хотел бы вам подарить и всем стихи. Слушайте. Вашу тему. Беларусь 4. Вечером кулю чая, я наливаю чашку чая. И пью прикуску с сахарком, чай зеленый со слоном. Добрый вечер, Гомель, вновь в эфире. Встрет елочки зеленая в квартире. У камина со мной женщина родная. Не на пенсии она, а молодая. Дети бегают, играют с щенком. Желтый песик очень радует наш дом. Чем заняться нам на пенсии? Не знаю. Об этом я, конечно же, мечтаю. Я мечтаю, чтобы вы, мельские, все пенсионеры не болели и получали пенсии, как те миллионеры. Удачи вам. Ой, замечательно, спасибо. Вы понимаете, Герасим это наш такой постоянный телезритель, да, который во время эфира придумывает вот такие вот замечательные стихи. Спасибо, Герасим. Ну вот аплодисменты, вот нет слов, действительно. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я смотрю, что у нас закончились очередные тапочки, да. Скажите, пожалуйста, эти тапочки уже можно померить? Да. Давайте померим. Это на мой размер. Поддержите нас. Можно я померю, да? Так, держите. Ой, они такие мягкие. Замечательные. Спасибо. Это мне? Это нам? Да. Можно я под елку положу, как новогодний подарок. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. О том, где освоить компьютерные курсы, курсы пенсионеру, мы уже поговорили. Вы знаете, мне это кажется очень хорошим поводом для того, чтобы затронуть тему, насколько меняется современный пенсионер сегодня. Вот современный пожилой человек, да. Во-первых, возраст, он уже как-то пожилым человеком уже хочется, и не можешь назвать человека в 50 и в 60 лет. А вот на самом деле, Людмила, вот как вот вы, дорогие участники, считаете, что происходит? Какой он современный пенсионер? Наташа, во-первых, мы, придя к пенсии, да, мы не такие заработанные, как раньше, да. Сейчас продолжительность жизни увеличилась, да. У нас есть возможность здоровье свое поддерживать и где-то там и таблеточками, какими-то лекарствами, да. Есть возможность облегчить свой труд с помощью всевозможной техники, да. Уровень образования у нас достаточно высокий, да. Что еще, какие блага. Уровень цивилизации сейчас тоже достаточно высокий. То есть много всего-всего для того, чтобы жить, да жить, да. Ну, мне кажется, и приоритеты сегодня какие-то другие у людей, да. Конечно. Мы перестали выживать. Мы очень хорошо в Белоруссии живем. Мы просто вот иногда где-то начинаем. Ну, я вот все жду, когда скажет кто-нибудь или напишет или позвонит, что пенсия маленькая. Ну, сказали, да. Ну, все. Вам действительно, вам не хватает? Вот скажите. Не хватает. Ну, вы такие тапочки чудесные. Вы знаете, что сейчас интересный указ появился, да. 337-й. Вы спокойно можете заплатить единый налог и эти тапочки... Чемоданам не хватает. А, чемоданам не хватает. Но я так понимаю, что вы свои тапочки в основном дарите. Да. Я ни одной пары не продала. Вот это и есть приоритеты наших пенсионеров, кстати говоря, очень важные. Ну что ж, дорогие друзья, я бы хотела сказать, что в прямом эфире добрый вечер, Гомель. И далее в нашей программе мы расскажем, как бороться со стрессами, когда тебе за 50. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Согласитесь, яркий образ пенсионера на лавочке все-таки уходит уже в прошлое. Сегодня люди преклонного возраста ведут более активную жизнь. И яркий тому пример наши следующие гости. Встречайте, пожалуйста, театр музыкальных пародий «Антистресс» в прямом эфире на «Беларусь-4». «Антистресс» в прямом эфире на «Беларусь-4». Цингарелла, цингарелла, мы счастлившим покрытеве. Ну-ка с ними, с твой ты тяло, убоимые, свиностары, Тиндарелла, 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 пей за львома, Песен за любовь на ляма, Чуваш миг от техно плача. Тиндарелла, 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 пей за львома, Песен за любовь на ляма, Чуваш миг от техно плача. Тиндарелла, тиндарелла. Тиндарелла, тиндарелла, Мы счастлившим по край тебе. Дорогие друзья, театр антистресс на Беларусь-4, Городского центра культуры, Участник телевизионных проектов «Фактор смеха», Полуфиналист народного телешоу «Я могу», Участник проектов «Крутые ребята», Дипломант республиканского конкурса «Юморов тюки», Победитель городского конкурса «Смешить разрешается» Столько интересных проектов «Антистресс» у нас в гостях. Спасибо вам большое за такое прекрасное настроение этим вечером. Я даже видела, как Людмила, да, уже все горели все. Я уже хотела, а вы, и я ли тебя сдерживала. Скажите, вот если позволите, вопрос такой, Вот откуда у вас столько энергии, Чтобы покорять вот эти все телевизионные шоу, И везде-везде выступать, практически гастролируете? Нам рано на покой, и память не замерет, И баянист наш молодой вновь за сердце берет, И жизнь остается прекрасной всегда, Хоть старишься ты или молод, Но каждый вечер меня тянет сюда, На сцену, в любимый наш город. Спасибо, очень интересный ответ. А можно спросить вас, вот как вам живется на пенсии? Вы знаете, прекрасно. Ну, если бы у меня было такое платье... Прекрасно, вот на пенсии у нас как раз хватает время, Вот на наши увлечения, на танцы. Когда мы работали, нам некогда было этим заниматься. А сейчас прекрасно. Ну, мне кажется, и в таком образе, В таком ярком, роскошном платье Можно чувствовать себя действительно счастливой, Независимой женщиной, да? Конечно, обязательно. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, А что вы можете пожелать людям преклонного возраста, Которые вот сейчас смотрят нашу программу, Которым может быть скучно, одиноко? Прежде всего, радоваться жизни. Каждому дню, каждый час. И не унывать, и не сидеть на лавочке, А вести активный образ жизни. Спасибо большое. А вот мне очень нравится главная исполнительница Этой прекрасной Сингареллы. У вас такой взгляд, что я даже не знаю, Задавать ли вам этот вопрос? Наверняка ваш... Вы знаете, почему... Вот что такое антистресс в принципе? Антистресс, я вам скажу, Это значит, вот наш коллектив Помогает всем людям Жить весело И устранять свои стрессы все Все плохие настроения Все больше, а что еще могу сказать? Хочу пожелать всем тоже здоровья, Счастья, Долголетия И приходите, пожалуйста, В наш коллектив. Будем очень рады. Спасибо большое. Лидия Степановна, я знаю, что вы хотели бы что-то добавить. Я хотела бы добавить, разговор был об интернете. Вот, кстати, наши участники почти все владеют интернетом. Сидят на сайтах и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. Куда ни глянь, всюду. И вот по сайту мы общаемся, через скайп общаемся с немцами, с коллегами и с болгарами. Поем часто на репетициях им песни, показываем номера. Так вы еще и языки иностранные изучаете? Ну да, нет, но я знала кое-что, кроме всего. Вот, и эту песню нам подарили болгары. Вот буквально недавно, сегодня у вас премьера, на болгарском языке они ее выучили, и мы уже им послали видео. Отлично. Дорогие друзья, антистресс был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, это еще раз подтверждает, что жизнь на пенсии продолжается. И примеру тому не только герои нашей сегодняшней программы, но и золотые юбиляры. В последнее время гомельчане все чаще регистрируют золотые свадьбы в наших ЗАГСах. Вот, например, совсем недавно, 50-летний юбилей семейной жизни отпраздновали Михаил и Екатерина Романенко. Зарегистрировать золотые отношения перед Новым годом решили также Надежда и Алексей Стыценко. Вот скоро вы увидите их на экране. Ну а вот в семье Самсоновых особым событием все-таки стала изумрудная свадьба. Виктор Степанович и Глафира Васильевна вместе 55 лет и считают, что на пенсии жизнь только начинается. Этих счастливых людей вы сейчас увидите на экране, на нашей видеостене. А так как передача наша подходит к концу, конечно же, хотелось бы задать вопрос нашим гостям. Что вы пожелаете нашим телезрителям, которые не знают, чем же себя занять на пенсии? Наташ, оптимизма. Оптимизма с каким-то вот ощущением, что жизнь продолжается. Я могу еще много чего в жизни сделать. Нужно помнить, например, Лев Толстой, во сколько написал «Войну и мир», да? Сколько великих людей состоялись именно тогда, когда они вышли на пенсию? Мыслить позитивно. Вот мое пожелание. Спасибо, Лидия Степановна. Я хочу пожелать долголетия, но активного. Так, спасибо большое. Вы знаете, я не хочу, не буду говорить о пожеланиях, да? Я желаю здоровья, долголетия. Просто вот недавно я слышала одного российского демографа, который сказал очень интересную фразу. Старость — это триумф развития. Спасибо, аплодисменты. Очень интересное мнение. Вы, я смотрю, готовились прямо сейчас, да? Ответь на этот вопрос. Три, четыре. На земле, ням от такого места, где в гармоник весело не играл, на концертах тебя сели, настрой подымал. Дорогие друзья, в прямом эфире была программа «Добрый вечер, Гомель». Спасибо всем большое. Спасибо всем большое за этот эфир. Берегите друг друга. И до новых встреч в прямом эфире. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...